На фоне рекордного повышения расходов на войну против Украины в следующем году больше 13,5 трлн рублей, спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко призвала губернаторов отказаться от крупных инфраструктурных проектов и экономить деньги. Ведь в 2025 году предполагается сокращение финансовой поддержки регионов еще на 10%. В 2024 уже сокращали на 9%. Призывами затянуть ПСА руководство России дает понять лидерам регионов, что пушечного мяса, которое они поставляли на войну почти три года, уже недостаточно. Ресурсы, за которые могли бы строиться дороги, школы и больницы, Москва также пустит на войну. Пишет Центр противодействия дезинформации пресс НБУ Украины в Телеграм. Кремлю катастрофически не хватает живой силы на фронте. По оценкам экспертов, Москва хочет ежегодно набирать не менее 225 тысяч контрактников. На единовременные выплаты добровольцам в бюджет Федерации на 2025-2027 годы заложили 90 миллиардов рублей. Чтобы выполнить разнарядку от Кремля по набору людей, регионы постоянно повышают выплаты. Так, в Ростовской области вознаграждение за подписание контракта с Минобороны выросло с 700 тысяч до 1,2 миллиона рублей. Вместе с федеральным финансированием единовременная выплата составит 1,7 миллиона рублей. В Москве без малого – 2 миллиона рублей. С такими темпами потерь, которые есть сейчас, конечно, нужно ежемесячно набирать не меньше 30 тысяч солдат, чтобы их компенсировать. Поэтому, собственно, и звучат вот эти цифры, что нужно 225 тысяч новых контрактников. Это не очень простая задача, поэтому выплаты постоянно растут. Пока Путин отчаянно пытается захватить суверенные территории Украины, экономика Федерации катится в пропасть. По данным исследовательского холдинга «Рамир», продовольственная инфляция летом 2024 года по сравнению с июлем 2023 выросла ориентировочно в пять раз. Так, с начала 2024 цена на картофель поднялась на 90%, морковь – на 54%, капуста подорожала наполовину. Недоступность продуктов для части населения вынудило правительство предоставить регионам право заключать соглашение с бизнесом о стабилизации цен на любые товары. Любое регулярное вмешательство в ценообразование искажает рыночные реалии, несет риски дополнительного давления на экономику всех участников товаропроводящей цепочки и непредсказуемого влияния на производство конкретного товара. Это давление может быть критичным и повышает риски снижения интереса к производству отдельных товаров, возникновения товарного дефицита, роста теневого рынка или снижения качества продукции. Игорь Караваев, председатель президиума «Аккорд», цитирует «The Moscow Times». Вырастут в следующем году в России тарифы на коммуналку. С 1 июля электроэнергия подорожает на 12,5%, газ более чем на 10%, а совокупный платеж за коммунальные услуги вырастет почти на 12%. Это не все. С нового года тарифы на железнодорожные пассажирские перевозки прибавят 11,6%. Закон о бюджете на 2024 и 2026 года предусматривал в следующем году индексацию на 5,7%. Тарифы на коммуналку для народа вырастут вдвое больше, чем планировалось год назад, пишут аналитики ММИ в Телеграм. Не хватает в России катастрофические рабочих рук. Если в 2019 в страну въезжало около 19 тысяч мигрантов, то в 2024 – 6,5 миллионов, из которых чуть больше 3 миллионов трудовых. В ходе опроса Российского союза промышленников и предпринимателей выяснилось, что дефицит кадров наблюдается практически в 83% компаний. Почти каждое пятое предприятие пожаловалось на ограничения по найму, введенные регионами, или прямой запрет на региональном уровне принимать мигрантов на работу.